Эта конференция сейчас будет записана. По указанному номеру телефона 780-40-754. Инженеры вам помогут со связью, а администраторы проконсультируют по нашим курсам и ответят на вопросы организационного характера. Мы рассматриваем с вами мастер-класс, который является частью курса создания эффективных презентаций. В центре специалист это и курс, это и комплексная одноименная программа, включающая в себя три курса. И триггерная анимация всего лишь малая часть одного модуля, который называется модуль мультимедиа, включена в модуль вопрос анимации. Ну и буду рада представить вам этот материал немножко, наверное, пошире. Итак, преподаватель на мастер-классе это я, Романова Инна Витальевна. Работаю в центре специалист уже более 10 лет и в основном позиционирую себя как преподаватель офисных направлений. Такие программы как Excel, Word, PowerPoint, курс, инфографика, ну и в целом немного графического направления. CorelDRAW, Adobe Photoshop и в том числе даже немножко видеомонтаж. К вашим услугам, к вашим услугам. Про центр специалист я хотела бы отметить буквально несколько слов, что центр специалист отпраздновал свое 30-летие в этом году. И в лучших традициях Бауманской методики обучает компьютерным дисциплинам, а также навыкам soft skill и английскому языку, и ораторскому искусству. Ну, конечно, если бы меня попросили бы подвести какие-то итоги, я бы все-таки отметила направленность на технические курсы прежде всего. Курс, который мы с вами сегодня рассматриваем, вернее, семинар, который мы с вами сегодня рассматриваем, является частью курса PowerPoint, а он, в свою очередь, утвержден компанией Microsoft. То есть так выглядят авторизованные курсы, одобренные курсы от вендора. Ну и подобных курсов у нас много, мы, в общем-то, стремимся к этому подготовить наших будущих слушателей не только к блестящим результатам, но и к сдаче дальнейших экзаменов. Так, ну что ж, пожалуй, я, наверное, отметила все, что сказала про центр специалист, и будем переходить уже, собственно, к цели нашего сегодняшнего мероприятия. Итак, сегодня я постараюсь представить несколько популярных практик в направлении триггерной анимации. Ну, на трех постараемся охватить материал как можно более плотным образом, и для начала использование триггеров, как их задумывали специалисты, триггерная анимация, анимация по требованию. Будет небольшой урок, как вывести кнопки управления видео, аудио непосредственно на рабочую область. И постараемся, ну, по времени, я думаю, что вот хотя бы несколько циклов операций выполнить на повторение урока создания сложной композиции, в которой будет участвовать аудио, материал, а также графические объекты. Так, и, пожалуй, на этом моменте я остановлюсь, ну, собственно, я уже представила вам, что семинар – это маленькая-маленькая часть курса PowerPoint, уровень первой создания эффективных бизнес-презентаций, но я все еще к этому слайду собираюсь возвращаться. И приступаем к практике, пожалуй, на этом этапе немедленно приступим к практике. Папочка, которую вы скачали к себе по ссылке, включает в себя следующий файл – это тренировка с анимацией. Тренировка с анимацией – это файл, который, ну, довольно крупный по весу, вот здесь у меня показано 55 мегабайт, но это из-за того, что он включает в себя именно мультимедийные объекты. Давайте мы откроем с вами эту презентацию. Так, разрешайте редактирование. Разрешайте редактирование. Ну, и здесь у нас с вами есть несколько слайдов, они друг с другом не связаны, не связаны по тематике. Можно сказать, что все они сделаны из трех разных презентаций, то есть каждый слайд представляет из себя своеобразное упражнение, как вещь себе. Я предлагаю вам минуточку разогреться и проследовать на вкладку анимации, где мы поставим перед собой довольно простую задачу. То есть требуется, чтобы во время представления трех версий программ по видеомонтажу, это Pinnacle Studio 1, Pinnacle Studio 2, Pinnacle Studio 3. Они отличаются друг от друга улучшенным функционалом. Появлялась последовательность из блока 1, 2, 3. Ну и скидка, чтобы появлялась тоже в какой-то момент. Общее, ну в конце, в конце, зачем таинственность. Перед началом работы важно проследовать на вкладку анимация и выполнить команду область анимации, поскольку без данной области мы с вами совершенно слепо будем управлять анимацией, вернее не управлять ей совсем. Именно в данной области вы будете отслеживать количество и качество эффектов, можете воздействовать на их параметры, изменять хронологию выполнения эффектов анимации, ну или в конце концов удалять отдельные эффекты анимации. Итак, нажимаем на кнопочку область анимации. На этом слайде она будет пустой, это нормально, нормально, поскольку мы еще с вами не добавили никаких эффектов анимации на этот слайд. Ну и выделим с вами, можно выделить в принципе все три блока, можно выполнить операцию по отдельности, впрочем давайте по отдельности. Щелкую на сгруппированную композицию Pinnacle Studio 24, вот первый красный такой модуль и выбираю команду, пусть будет допустим плавное приближение. На вкладке анимация в общем анимационном списке выбираю один из простых зеленых эффектов, которые отвечают за появление объекта. Есть. Анимация данного объекта происходит по щелчку мыши, о чем говорит в область анимации циферка 1. Ну и если область анимации достаточно широкая, еще изображена крошечная такая пиктограммка в виде маленькой компьютерной мышки. Но если область анимации вот такая вот узенькая, то мы с вами не видим эту мышку, так что если хотите, просто ее немножко расширьте. Вот и повторяем операцию с голубым блоком, а также с фиолетовым блоком, то же самое, то же самое. Непонятные слова, которые появляются в области анимации, такие как группа, группа, группа с неким порядковым номером, означают название объекта. То есть у PowerPoint есть подобная манера давать имена вашим объектам. И подобные имена, ну даже то, что они вот называются по-русски, группа, зависит от интерфейса, на котором данный объект был сформирован. Вот, то есть не удивляйтесь, если мы сейчас щелкнем по скидке. Ну и давайте выберем с вами какой-нибудь еще один эффект. Пусть это будет, что там есть у нас интересное. Ну пусть это будет масштабирование, допустим, тоже зелененькое масштабирование, отвечающее за появление объектов. Вот так. И тут мы с вами наблюдаем название объекта на немецком языке. И это тоже нормально, поскольку данный инфографический элемент, похожий на ярлычок, был нарисован когда-то на немецком интерфейсе. То есть все в порядке, все в порядке. Довольно часто меня спрашивают, можно ли переименовать здесь эффекты так, чтобы у нас с вами были какие-то свои собственные названия. Ну что ж, можно, можно. В данном случае в такой простой анимации можно этим пренебречь, но если ваша задача становится чуть более сложной, уже хочется, чтобы здесь были нормальные слова. Ну скажем, может даже по цвету. Красный, синий, фиолетовый. Ну а данный объект просто назвать скидкой. Ну либо по названиям, допустим, этих объектов. Ultimate, Plus и Standard. Допустим, версия Standard. Есть специальная область в программе PowerPoint. Она вызывается на вкладке «Формат». Кроме того, ее можно вызвать также на вкладке «Главная». Но чтобы не запутаться, давайте все-таки на вкладку «Главная» пойдем, поскольку, может быть, несколько вкладок «Формат» можно заблудиться. На вкладке «Главная» в желтой кнопочке «Упорядочить» вы найдете самую последнюю команду в списке. Она называется «Область выделения». Область выделения. Здесь желательно посворачивать вот эти все группы, которые в раскрытом состоянии находятся. И тогда мы с вами видим небольшое количество объектов. Нажимая на данные записи, вы будете наблюдать, как у вас выделяется тот или иной объект на слайде. Область выделения предназначена для того, чтобы объекты вы могли выделить. Иногда глупая ситуация бывает, но тем не менее бывает, что вы объект своими глазами видите, но нажать на объект не получается. В этом случае помогает область выделения. Область выделения, позволяющая вам объекты выделять. В этой же области объекты можно скрывать со слайда с помощью таких стилизованных глазочков. Немножко напоминает палитру «Layers» в программе Adobe Photoshop. Ну и в этой же области вы можете переименовать объекты. Так я объект «Скидка» так и назову «Скидка». Двойной щелчок мыши прямо по тексту и есть возможность впечатать свой собственный текст. Группа 22. Здесь у меня, ну как фиолетовый, допустим. Так, по цвету пойду. Группа 21. Как понять, что и что? Нажать, нажать, глазками вот так вот идентифицировать выделенный объект на слайдиш, ну и назвать так, как вы его сами для себя понимаете, поскольку никому, кроме вас, это не нужна процедура. Синий. И последний объект у меня будет красный. Красный. Все, область выделения закончила свою работу. Все, что вы сделали в области выделения, в итоге никак не будет помогать людям осознавать ситуацию. Это нужно для вас, для вас, для того, чтобы вы могли затем управлять эффектами. Только после переименования объекта в области выделения, в области анимации, ситуация становится уже более понятной, что ли. Ну, после чего область выделения я закрываю. Итак, вначале появляется красный, затем синий, затем фиолетовый, скидка. И на этом этапе мы с вами имеем дело с самой обыкновенной анимацией хронологического типа. При нажатии на кнопочку в режиме показа вы можете увидеть кнопочка в правом нижнем углу, позволяет вам режим слайд-шоу, позволяет вывести слайд в режим демонстрации, презентации, и вы сможете проиграть сценарий анимации, нажимая коротким щелчком мыши в любое пустое место слайда или клавишу пробела на клавиатуре, щелчок, 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 ну и, собственно, щелчок. Да, вот выполняю последнюю, появляется скидка. Ну, а теперь добавим с вами триггерную задачу. Что если я не уверена в том, что я хочу скидку показать? Вот что я поставлю под вопрос. То есть я буду выступать перед аудиторией, поведение которой не могу предсказать. Я не знаю, что за люди. Я собираюсь понять это примерно посередине работы. Может быть, я не захочу предоставлять скидку на данную продукцию, а может быть, я понимаю, что аудитории скидка не нужна, и это, может быть, даже обидит этих людей. Это бывает разный. Именно поэтому появление данного объекта без анимации или с анимацией меня не устраивает. Либо мне данный объект надо удалять, и я просто озвучу свое предложение аудиально, так сказать, либо все-таки должен появиться данный объект, но по требованию. То есть вот она, простая задача на управление анимацией. Требуется, чтобы скидка появилась по щелчку по какому-то уже имеющемуся объекту на экране. В качестве объекта, на который вы будете нажимать, вы можете выбрать любой объект, который есть на слайде. Я думаю, что это нормально, что мы собираемся нажать на синий объект, для того, чтобы к нему появилась скидка. На фиолет, простите, объект, для того, чтобы появилась скидка. Ну, либо на заголовок слайда. Если это должна быть какая-то видимая и понятная процедура для вашей аудитории, то, конечно, можно заранее нарисовать объект, на котором чуть ли не написать нажми меня для этих целей. Итак, в триггерной анимации у нас участвуют два объекта. Объект первый – это тот, который выполняет действие. И именно данный объект обрабатывается в начале, действие должно быть, и действие в области анимации выглядит как любой эффект. В данном случае пример я показываю на эффекте входа зеленого цвета, отвечающего за появление вашего объекта. Второй объект, который принимает участие в анимации – это объект по типу кнопки. Объект, на который вы будете нажимать, объект, который будет запускать вашу анимацию. Вот я сейчас долго-долго говорю, а вот как бы чисто технически все очень просто. У вас есть объект, есть эффект на этом этапе. И далее убедитесь, пожалуйста, что нужный эффект «Скидка» выделен в области анимации. Вы выполняете действие на вкладке «Анимация». На вкладке «Анимация» ищем команду в виде такой желтой молнии, называется «Триггер». Это команда. Далее выбираем там фразу по щелчку, по щелчку, триггер по щелчку. И выбираем в списке, вот где нам пригождается переименование объектов. Обратите внимание, что здесь гораздо удобнее выбирать фиолетовый объект, чем если бы он был написан в группе 22. И выбираю фиолетовый объект. Ну и в итоге, как это все выглядит при демонстрации и презентации, давайте посмотрим. Запускаю анимацию и раз объект, два объекта щелкаю мышкой, три объекта появляются. И если я щелкаю на пустое место слайда, у меня просто идет далее следующий слайд. Если же я возьму мышку в руки и направлю курсор на фиолетовый объект, вы увидите, что вместо стандартной стрелочки будет такая лапка, рука, беленькая такая, признак активности. И уже нажатием на конкретно фиолетовую коробочку у нас появляется скидка. Впрочем, вы можете, если сделали это случайно, добавить еще один эффект. Нажимаю снова на ярлычок, выполняю команду «Добавить анимацию». Там уже нельзя выбирать в открытом списке, поскольку один эффект уже добавлен. Нажимаю на команду «Добавить анимацию», выбираю какой-нибудь красный эффект, отвечающий за исчезновение объекта. Пусть то же самое масштабирование, но только красное. Вот внизу выбрали. И далее вы можете либо повторить эту операцию, а именно выбрать команду при активном красном эффекте «Триггер» по щелчку и фиолетовый, либо можете просто ее методикой «Хватай, таскай» схватить и под заголовочек «Триггер» расположить после зеленого эффекта. Методом «Хватай, таскай» также действовать можно. Схватили, перетащили, отпустили. Теперь при демонстрации и презентации у нас с вами есть обычное хронологическое выполнение эффектов. Ну и вот, собственно, нет ничего, нет скидки. Но как только вы берете мышку в руки и нажимаете на фиолетовый объект, у вас появляется скидка. Если вы сделали это, допустим, случайно, нажали на фиолетовый объект и снова все, ничего нет. Вот что такое триггерная анимация. Объект у вас анимируемый и объект, который будет запускать анимацию, можно назвать его как кнопкой. Так, ну что-то вроде этого. Еще одна дополнительная тренировочка у нас с вами есть на втором слайде. Предлагаю вам создать подобную композицию самостоятельно. Если захочется похвастаться, присылайте мне на рабочую почту. Но очень быстро хочу показать, в чем смысл этой операции. Опять-таки, считаю, что вначале будет уместно провести переименование объектов. Вот они у нас все. Метро Бауманское. Сначала называю так. Бауманское. Восток. Ну, здесь уже название имеется. Восток. И разделяю ситуацию. Объект, который будет анимироваться, это текстовый список. Метро Бауманское. И добавляю эффект. Анимация. Ну, можно взять вылет. Такой корректировочкой. Пусть вылетает слева. Пусть вылетает слева. Область анимации открыть. Метро Бауманское. Вижу эффект. И должна привязать его к востоку. И будущая композиция. Следующая. Нажимаю на восток. И появляется метро Бауманское. То есть, вот такую вот сделать визуализацию. И сделать все то же самое с остальными комплексами. Не забудьте, что ваш такой хороший здесь помощник, это еще и переименование. Причем части Москвы, районы Москвы административные я уже переименовала для вас. Практически нет здесь большой работы. Нужно только назвать списки. В области выделения переименования. Затем добавление эффектов. И привязка командой триггер. Попробуйте. Попробуйте. Мне интересно будет посмотреть на ваши результаты. Ну и еще один коротенький пример. Подходим к понятию мультимедия. Где еще используются триггеры. Триггеры используют для того, чтобы вывести на экран мультимедийные элементы. Как пока это выглядит в режиме обычный. У нас с вами есть фильм. Я специально отключу звук фильма, чтобы он мне сейчас не мешал. Я его так сильно-сильно-сильно уменьшу. Итак, непосредственно на видео располагается такой мультимедийный готовый элемент, как кнопочка play. Воспроизвести. Не очень хорошего качества, но, увы, и так было слишком много по весу. Здесь же располагается пауза. Здесь же располагается пауза. Здесь же можно немножко пощелкать, так прокрутить вперед, прокрутить назад. Если вывести все это в режим демонстрации и презентации, можно точно так же непосредственно нажимать на кнопочку play. Ну и вот тогда то же самое. Все то же самое. В режиме демонстрации, конечно, возможностей больше. Можно там, скажем, отобразить слайд во весь экран. Ну и так вот, в общем-то, возможности, пожалуй, одинаковые. Так, escape. А вот хочется другого. Хочется, чтобы элементы, которые будут запускать видео, были более крупными, более яркими элементами. Ну и мы с вами на вкладочке анимации, если откроем область анимации, уже обнаружим такие вот встроенные триггеры. Это триггер паузы. Здесь уже имеется. Есть также кнопочка, отвечающая за добавление воспроизведения. Ну и вот можно на видео также добавить еще один эффект. Я нажимаю на видео и выполняю команду «Добавить анимацию». Есть также и следующий эффект анимации специально для мультимедийных объектов. Называется «Остановка». Остановить. Ну и, собственно, нажимаю, добавляю и этот эффект тоже. Так. Далее, уважаемые слушатели, отдельные значки, которые находятся здесь на экране, вставлены в PowerPoint. Ну, по сути, это всего лишь команда значки. Ее можно приравнять к команде фигуры. То есть самая обыкновенная векторная графика. Ну, я бы предпочла бы опять-таки этим объектам, чтобы затем не запутаться, дать имена. Так, кнопочка, которая у меня будет отвечать за «Плей», я, собственно, так и могу назвать «Плей». Кнопочка, которая отвечает за «Паузу». И кнопка, отвечающая за «Стоп». Переименую в области выделения. Все, после этого область выделения не нужна. Итак, теперь буду работать на перенаправление триггеров, на перенаправление эффектов. Запуск. Запуск видео я буду привязывать кнопочки «Плей». Остановку видео буду привязывать кнопочки «Стоп». Ну, и, наконец-таки, встроенный триггер паузы, который уже шел по умолчанию. Этот триггер паузы подразумевал, что вы должны нажать на само видео. Можно либо оставить как есть, либо все-таки триггернуть на паузу. На паузу. Ну, и в итоге, при демонстрации и презентации, я нажимаю на кнопочку уже большую, такую выразительную, так сказать, специально для людей все это сделано, которым не нужно подводить курсоры, о чем-то догадываться. Кнопочки «Плей» – видео идет. Кнопочка «Паузы» – видео на паузе. И кнопочка «Стоп» – видео завершается. И снова, и снова, и снова, и снова. Видео, то есть триггер работает любое количество раз. Снова «Плей», снова «Пауза». Вот что такое, собственно, триггеры в мультимедиа. Это помимо встроенных триггеров, еще и возможность нарисовать большие-большие кнопки, на которые гораздо более удобно нажимать и добавить некоторые эффекты, и перепривязать. Перепривязать от стандартных возможностей нажатия по самому видео или на панели управления уже непосредственно на данные кнопочки «Привязать полномочия действий». Последнее упражнение, которое мы здесь задумали, является частью методички. И я бы даже хотела бы отдельно назвать слушателя, которому это очень, наверное, было бы полезно. Некоторые слушатели у нас выполняют домашние работы, лабораторные работы очень точно, досконально, следуя инструкции. И, конечно же, этим самым закрепляют навыки в работе. И это довольно сложная инструкция. Представлена она в методичке. Я даже, чтобы не быть голословной, продемонстрирую методичку, которая используется на нашем курсе. Методичка PowerPoint. Вот такая. Автором которой я и являюсь. И данная методичка включает в себя около 200 страниц. Все со скриншотами, все довольно крупно показано. Часть работы здесь рассматривается теоретическая, часть работы практическая. И практическая работа представляет из себя, ну, так называемые лабораторные работы, если угодно. Вот именно данные работы содержат очень такие кропотливо прописанные инструкции. И сейчас вот одну из этих работ, это тематическая веселая презентация, не бизнес характера, но на ней репетируются как раз-таки мультимедийные различные вещи. Вот мы ее сейчас с вами и разбираем. Вот конкретно, наверное, эта страничка, ой, пожалуй, даже не назову. Мне надо искать. Ну, да, 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 не буду искать. Это где-то далеко. Помню, что она здесь была, но ладно, искать не буду. Искать не буду. Сделаю по памяти. Сделаю по памяти. Уже как бы этот слайд готов. Все, что необходимо сделать на этом слайде, включая переименование, тоже уже готово. Я бы даже хотела бы показать, что на вкладке главное, кнопочки упорядочить, область выделения, уже все переименовано. Здесь есть рисунки, рисунки музыкальных инструментов и есть здесь также музыкальные файлы, которые начинают звучать пока только при одном условии. При таком условии, что мы нажимаем с вами на данный значок и только в этом случае значок начинает воспроизводить свое действие. Ну, вот как-то вот задумка же, в общем-то, не такая была. Все должно быть как-то более интерактивно, более интересно должно быть. То есть при показе презентации я вообще не хотела бы, чтобы эти значки были на экране. Вот в чем дело. Мне хотелось бы, чтобы эти значки у меня не показывались, отсутствовали. Я нажимаю непосредственно на изображение, на изображение, ну вот, допустим, сюда, да, там или сюда, или сюда, там на любую часть изображения, либо на название, либо непосредственно на картинку. И вот тогда начиналось бы музыкальное звучание. Ну вот, как бы это сделать теперь? То есть, причем сам музыкальный значок у нас не отображается. Если вы нажмете на музыкальный значок и проследуете на вкладочку воспроизведения, вы обнаружите такую опцию, как «Скрывать при показе». Ну-ка, если я эту галочку поставлю и выведу слайд на показ. Действительно, музыкальный значок отсутствует. То есть, получается, на него невозможно нажать. Но это не страшно, если мы все правильно сделаем в триггерах. Можно выделить все музыкальные значки. Можно, кстати, выделить все музыкальные значки в области выделения, удерживая клавишу «Контрол», выделить все названия со слова «Звук» и поставить галочку «Скрыть при показе» на вкладке «Воспроизведение». Вот так. Готово. Ну, область выделения больше, пожалуй, нам не потребуется. Ну, я ее показала только, какая предварительная работа вами должна быть совершена заранее. Так. Ну и далее нам все-таки на вкладочку «Анимация». Вкладка «Анимация», «Область анимации». У всех значков музыкальных у нас с вами есть запуск. У всех у них есть запуск. И у всех у них запуск надо привязать на соответствующий рисунок. То есть если я выделю звук флейта, затем выполню команду «Триггер» по щелчку и выберу «Рисунок флейта», то, пожалуй, я своего эффекта буду достигать. Ну и, соответственно, нажимаю на звук «Кларнет» в области анимации и триггерну его на рисунок «Кларнет». Ну, если заранее ко всему подготовиться, конечно, все очень классно. Так, попробую, попробую. В режим показа вхожу, нажимаю на… «Кларнет». Но они не останавливаются. Вы представляете себе, какая же будет тут истерика, если они не останавливаются и все начинают звучать одновременно. Наверное, имеет смысл ко всем этим звукам добавить еще один эффект. Добавить эффект, который будет и приостанавливать их работу. Вот. Такой эффект тоже мы добавляем. Вот так вот все это останавливаем. Все они будут воспроизводиться по щелчку. Запуск традиционно регулируем. И вот теперь я звук флейта, привязанный к рисунку флейта, буду также дополнительно еще и укомплектовывать звуком паузы флейты. Не звуком, а эффектом, простите. Эффектом паузы. То есть его достаточно сюда уже просто перетащить. Ну и звук «Кларнет» дополнительно комплектуется паузой. Паузой там, кларнетом. Так. Так. Пробую нажать на «Кларнет». Хватит. Нажать на флейту. Хватит, да? Ну вот, а остальными попробуйте, пожалуйста, самостоятельно. Кроме того, мне очень хотелось бы получить, ну, скажем так, какие-то пожелания в направлении триггерной анимации. И вообще, если видели какое-то необычное явление, пожалуйста, сообщите мне об этом или покажите мне пример с формулировкой «Как такое сделать?». И если вам это будет интересно, то мне тоже будет интересно на эту тему с вами поговорить. Ну что ж, уважаемые слушатели, наш с вами семинар подходит к концу. Я хотела бы пригласить вас на курс PowerPoint 2019, который в лучших традициях Бауманского университета. Пройдет у нас классическим образованием. Пройдет 30 мая. Ближайшая группа по выходным. То есть один раз в неделю. Всего два занятия. И также есть курс интенсив 3-го числа начинается, 4-го июня заканчивается. Идет два дня подряд. Расписание с 10 до 5. Программу курса вы также найдете по ссылке на сайт. Заходите, знакомьтесь, смотрите, как выглядит наша программа. Там все очень подробно описано. И в каких комплексах, и кто будет читать, ну кто я, наверное, да, я буду все-таки читать и 30-го числа, и 3-го числа тоже. Ваш преподаватель. Ну, собственно, и вся программа очень подробно у нас здесь расписана. Я вас приглашаю, приглашаю. Вот анимация объектов. Это был такой крошечный вопрос курса. Большое вам спасибо за ваш отклик. Очень приятно ваша благодарность, приятны ваши эмоции, уважаемые слушатели. Огромное вам спасибо. Я сейчас передаю. С вами прощаюсь, с вами прощаюсь. Я старалась. Спасибо. Я хотела бы передать слово одному из наших менеджеров, который озвучит для вас интересную часть про комплексные программы, про особенности форматов обучения. Яна, вам, пожалуйста, слово. Ольга даст ссылку на скачивание материалов. Я вам высылаю в чат. Попробуйте, попробуйте. Ну, а если вдруг что-то случилось, не скачалось, то, пожалуйста, обращайтесь к преподавателю на почту. Яна, вам слово. Да, добрый вечер. Меня слышно? Да, Яна, вас прекрасно слышно. Да, спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы благодарим вас за прослушанный семинар. Буквально пару слов. Хочу сообщить, что каждому слушателю сегодняшнего семинара мы даем возможность получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию. Чтобы ее воспользоваться, необходимо позвонить по телефону или написать по электронной почте название промокода «Иду вперед». Я оставлю эту информацию тоже сейчас в чате. И для того, чтобы воспользоваться этим промокодом прямо сейчас, также добавлю ссылку, которую вы сможете в электронном виде воспользоваться этим промокодом. Также приглашаем вас на обучение. Ближайший курс у нас стартует 30 мая. Здесь повторю немножко. Программу также оставлю в чате, если кому удобнее, ссылочку на программу. И также хотели обратить ваше внимание, на что курсы можно пройти по отдельности или в комплексной программе. Так еще плюс то, что выгоднее будет по стоимости. Программу «Комплексная программа» я тоже оставлю в чате. Пожалуйста, ознакомьтесь. И оставлю контакты центра. Если есть у кого какие вопросы, то, пожалуйста, сообщайте. Мы готовы на все вопросы ответить. Будем рады видеть вас на обучении. Все, Яна, да? Спасибо. Да, да, такое небольшое выступление. Спасибо вам. Спасибо, уважаемые слушатели. И контакты нашего комплекса. Вот у нас последний слайд. Звоните к нам, мы будем рады вас проконсультировать. И если вдруг будут вопросы конкретно по семинару, вдруг будут какие-то предложения. Мне, например, вчера по семинару «Инфографика» меня прям порадовали своими работами. Огромное спасибо слушателям данного семинара. Присылайте результаты ваших работ, присылайте пожелания и вообще какие-то необычные, интересные вещи в анимации на мой электронный ящик. И романова.собакоспециалист.ру Всем большое, гигантское спасибо, что уделили капельку вашего времени. Спасибо и до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.